Здравствуйте! На портале к Загетру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мне хотелось бы ответить на вопрос, который возникает у некоторых людей, читающих книгу Бытия. Почему Иосиф не был казнен по обвинению жены Патифара? В Египте Иосиф был в положении бесправного раба, и поэтому обвинение в покушении, попытке изнасиловать, обесчестить жену, высокопоставленного сановника, конечно, закончилось бы смертной казнью. Однако с Иосифом этого не произошло. Эта история рассказывается в 39 главе книги Бытия. Патифару, господину Иосифа, не стоило ничего казнить своего раба по суду или без суда, но этого не произошло. И в Библии отмечается, что Патифар очень любил и ценил Иосифа, потому что тот так прекрасно исполнял свой труд, что вызвал к себе полное доверие хозяина, и хозяин передал в руки Иосифа все свои дела. В действительности Иосиф сделался не просто рабом в доме Патифара, но управляющим его имением и первым, может быть, единственным доверенным лицом. В синодальном переводе говорится в 4 стихе «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и всем, что имел, все отдал ему». И таким образом Иосиф понравился египтянину не просто своими человеческими качествами, скажем, как может понравиться усердный работник или талантливый человек. Есть еще другое очень важное замечание. Патифар чувствует, что Господь рядом с Иосифом, и вот в чем причина этого успеха. И здесь Библия вводит главного действующего лица во всей этой истории, которую очень часто поверхностный читатель не замечает. Господь – такое же действующее лицо в этой истории и в нашей жизни, как и в истории с Иосифом. В то время как жена Патифара, и вы легко можете догадаться, что она не отличалась безупречной верностью своему мужу и любовью к нему, и поэтому, когда она обвиняет Иосифа в изнасиловании, Патифар прекрасно понимает, что жена может лгать. И не факт, что ей нужно доверять больше, чем Иосифу. Именно поэтому Патифар предает Иосифа не царскому суду, а поместил его просто в темницу, где содержались узники царя. То есть это была какая-то привилегированная тюрьма, куда помещались люди, которые впадают в немилость у фараона или у высокопоставленных сановников типа Патифара. И потом эта немилость может смениться на милость, как это произошло с одним из царедворцев, который оказался вместе с Иосифом. Таким образом, Иосиф попадает не просто в какую-то тюрьму, а в какую-то привилегированную темницу, где судьба человека может измениться. Патифар не был пророком, но присутствие Бога рядом с праведником могут почувствовать даже язычники. Именно поэтому, когда жена Патифара выдвигает обвинение, тот не торопится вынести приговор, потому что он боится. Он побоялся причинить зло праведнику и тем самым навлечь на себя гнев Господа, который ему покровительствует. Итак, когда перед Патифаром возникает дилемма, что делать? Если встать на сторону жены, то навлечешь гнев Бога. Если встанешь на сторону Иосифа, то тем самым обесчестишь себя и свою жену. Именно поэтому в Библии говорится, и взял господин Иосифа и отдал его в темницу. И здесь переводчики иногда переводят, как будто было проявлено насилие, как будто Патифар отдает приказ, и мы можем себе представить вооруженных людей, которые приходят для того, чтобы силой взять под стражу Иосифа. Но тот, кто читает текст в оригинале, видит, что совсем не факт, потому что выражение «взять» означает не взять силой, а, например, убедить словом. И поэтому Патифар как бы предлагает Иосифу переселиться из своего дома в эту темницу. То есть здесь нет насилия, и тем самым уже картина немножко сменяется. И в действительности эта темница также принадлежала Патифару. Фактически ему просто предложили занять другую должность. Именно здесь тоже Иосиф будет полезен своему господину. И действительно, оказавшись в темнице, от того, что Господь опять рядом с Иосифом и простирает к нему милость, Иосиф получает благоволение в глазах начальника темницы. И начальник темницы отдал в руки Иосифу всех узников, находившихся там, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Таким образом, от того, что рядом всегда Господь, Иосиф не оказывается в проигрыше. Другая причина, почему даже по египетским законам нельзя было казнить Иосифа, потому что у жены Патифара не было свидетелей. Для того, чтобы вынести смертный приговор, нужны надежные свидетели. Таким образом, на весы правосудия, с одной стороны, положено обвинение жены, с другой стороны, она уравновешивается заявлением о невинности Иосифа. Существует древнее предание, в котором говорится, что когда Иосифа привели на суд фараона, туда же приходит и Господь. Он посылает архангела Гавриила в человеческом образе, и архангел Гавриил предлагает судье, «Давайте проверим одежды Иосифа и одежды жены Патифара. Если порвана ее одежда, значит, он действительно домогался ее. Если порвана его одежда, значит, она домогалась его». Проверили. И оказалось второе. То есть, на самом деле, на суде открылась истина и невиновность Иосифа, и поэтому его и не наказали. Но поскольку все равно нужно было не придать позору жену Патифара, его поместили в эту темницу. И здесь мы понимаем, что все-таки главное действующее лицо во всей этой истории, конечно, сам Господь. И мне кажется, самым главным весть о том, что Бог никогда не оставляет без помощи, без защиты тех, кто верен Ему. Как сказано в 90-м псалме, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица. Какая бы беда, какое бы зло не окружало нас, «О бачи, о чима, твоими смотришь». То есть, достаточно лишь взглянуть вокруг, и мы увидим то спасение, которое Господь приготовил для нас. И в этом главный литмотив всех заключений Иосифа и его братьев. На портале «Экзекиат.ру» с вами был претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.